Кто рано встает, тому Бог подает. Добро пожаловать в солнечный Екатеринбург, где через несколько минут начнется матч шестого тура. Мэлбет первой лиги, первенства России по футболу. Урал принимает чайку из Чанакопского, Ростовской области. Урал, который не ожидал оказаться в компании клубов лучшей лиги мира, но теперь всячески стремится доказать, что прошлогодний сезон был ошибкой. Данила Янов, футболист чайки, наносит первый удар по мячу. И давайте я вам представлю составы команды. Вы уже познакомились бегло с действующими лицами и исполнителями. Вам показали портретную галерею игроков Урала и Чайки. Ну а теперь вот давайте еще на слух. Сунгатуллин в касание передачи. Ишков и опасная атака. Передача по центру. Воронов дальше направо мяч. Отправляет. Удар поворотом и гол! Шикарный удар в девятку. И уже на шестой минуте Михаил Штепа вынужден доставать мяч из сетки. Урал забивает и забивает быстрый мяч. Это очень важно в таких матчах. И это очень важно в матчах против команды, которая уверена в себе, потому что не проигрывает. Резерв, запас, скамейка. Вот она помогла на этом стадионе обыграть тот же шинник. Подача. Удар над перекладиной. Итала понравилось забивать. Я думаю, что с его ростом на втором этаже он по определению должен быть опасен. Ну а Урал атакует. Урал атакует. И передача на дальнюю штангу. Гагличидзе. Итало. Надо бить. Но удар состоялся. Удар плотный, но чуть не точный. Это Зарымбеков попытал счастье. И хорошая передача. И может быть опасный момент. Воронов отдавал пас, который имел много шансов стать голевым. Но Егорычев чуть-чуть не добежал. Не дошел. Полшага не дошел до мяча, чтобы переправить его в касание в сетку ворот. Сейчас с него началась эта атака Урала. Она продолжается через правый фланг. Прострял. Теперь мы увидим угловой у ворот гостей. Могли увидеть Голышкова, если бы его не опередил защитник. И это хорошо. Там опять руками придерживали футболиста Урала. Судья правильно не дал свисток. Атака продолжается. И опаснейший удар в дальний угол. Но вот атака Чайки. Возможно, одна из самых опасных в первом тайме. И удар по воротам. Алексей Мамин сыграл надежно. Конечно, с такого острого угла забить было уже тяжело. Но, по крайней мере, попытался это сделать Дмитрий Пивоваров. Но, судя по всему, Муслим устранился. И Кожедуб разыгрывает мяч. И удар издали. Удар прицельный. Данила Янов его наносил. Муром. И вот в этом сезоне Чайка. Можно географию изучать. Причем не только Россию. Подача Маргасова. Удар головой. Прекрасный удар. Четко не дергался. Четко действовал голкипер. И это помогло. Выбор позиций прежде всего. Ионов с мячом. Но вот это удар Железновой уже не точный. Правым флангом атакует Чайка. Пелех открылся под обратный пас. Врывается в штрафную. Пелех посоет. На линию вратарский Тамсун Гатуллин. Оказался на пути мяча. Перехватил его. Передача не была. Идеально точный. Янов. Ой, красиво на третьего. Хохлачев. Не опережает его Алексей Мамин. Храбро, решительно бросившись в ноги нападающему Чайке. Егорычев. А это Ионов. Мяч под левый удар под перекладину. Еще один красивый эпизод. В копилку впечатлений от сегодняшнего матча. Удар Алексея Ионова и реакция Михаила Штепы. Так, позволю себе выразиться. Вот момент у Ионова. Ионов обыгрывает голкипера. Штепа не удел. Но Ионов передачу, возможно, делал на Бигфаул. Я не знаю. Угол-то был островат. Алексей Ионов. На этот раз он подаст угловой справа. Навяз на ближнюю штангу. Скидка. Гол! Эммерсон 2-0 в пользу Урала. Явно наигранная комбинация. И этот наигрыш сработал. Уральские наигрыши. Играй гармонь. 2-0. Эммерсон, вероятно, снимает все вопросы по поводу исхода этого матча. Да, вот строго по науке еще одна замена была. И поэтому еще 30 секунд добавил арбитр. Но теперь Игорь Панин фиксирует победу Урала. Урал победил Чайку и 2-0 вместе с вами за дебютом Эрика Микфалви в этом сезоне. И за победу Урала наблюдал Олег Пирожков. Всего доброго и до новых встреч.